Где себе подойти и как выдегнать хвилюючие думки про сцену, яка водночас и вабить, и лякает ее. Ось эта стурбована девчина. Меня зовут Юля, мне 20 лет. Я приехала из города Кременчук, Полтавской области. Это моя бешеная мечта. Давно-давно хотела, вот с самого первого сезона увидела рекламу, хотела, ну вот как-то в первом сезоне, в сезоне испугалась, не знаю, вот так вот. Прикипівши до экрану в другому сезоні, Юля захоплено стежила за тем, як змінювалося життя такого ж, як вона співаючого вчителя Віктора Романченко. Действительно, человек показал эталон, наверное, как нужно добиваться своего, несмотря на то, что обычный учитель физкультуры молодец. Здравствуйте. Меня зовут Юлия. А на кого вы дивитесь? Что? А на кого вы дивились только еще? На Серегу. А чего? А чего? А чего? А мне нравится. Еще одна из Новосибирска. Это уважительная причина, Юля. Мне нравится, нравится, нравится. Так, Ира, хай Серега ей говори. А я не ревную, нормально, я помолчу. Давай, поговори, Серега. Так, ну так рассказывайте давайте, где мы с вами познакомились. Ну вы же до этого пришли. Вот, сейчас. Слава Богу. То есть не в Новосибирске. Так, ладно, шутки в сторону. Юль, а песни какие-то приготовили? Конечно, могу спеть, Трофима. Я скучаю по тебе. Я скучаю по тебе. И я скучаю по тебе. Серега. Соседу сейчас? У меня рядом Серега, рядом сидел раньше. А теперь скучаю, понимаешь? Между нами есть. Какие проблемы? Игорь, какие проблемы? Казалось бы, ну что скучать? Всего семь дней разлуки. А вот скучается, хоть волком мой. Посуды, кухонная гора, все не доходят руки. И опять забыл болеть столетник твой. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки и на дачу. А я не еду. Мне милей мой сплик. И в обычной мизансцене дней Все выглядит иначе, Когда невольно поживешь один. Я скучаю по тебе, как апостол по святым мукам. Я скучаю по тебе. Вот какая штука. Казалось бы, но что скучать пройдет всего неделя. И все вернется на круги своя. Домашние дела, друзья, работа на пределе. А в общем, жизнь вполне обыкновенная. И лишь в моменте первый снег Над хмурой у столицы И у ларьково сядшие цветы Я вспомню, как недолг век, Что он не повторится И что всего прекраснее в нем ты. Я скучаю по тебе Как подранок по своей стае Я скучаю по тебе Вот ведь как бывает Я скучаю по тебе Я скучаю по тебе АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот у меня сейчас было ощущение, как подружки, да? Договорились? У меня было ощущение, что ты мне рассказала сейчас какую-то свою историю, очень такую трогательную. А что? У меня несколько лет любимый человек жил далеко от меня, и мы виделись очень редко. И мы постоянно друг по другу скучали, и эта песня просто, это кусочек моей души. Мне все равно, что скажут остальные, но тебе верю я и верит зритель, который сидит за нашей спиной. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Очень красивая фразировка, актерски точная интонация, а это очень трудно. Вообще у нас мало кто поет так на этой сцене. Я говорю да. Спасибо большое. Были нечистые ноты? Я же сказала, не дай бог, кто-нибудь об этом скажет. Но это протектованная актерская эмоция была. Сережа, дай пять. Ну, когда артист поет вживую, не всегда это решает. Решает то, насколько человек верит, чувствует в то, что он поет, и насколько ему удается вообще воздействовать на аудиторию. Ну, я говорю да. Спасибо большое. Есть что добавить? У меня есть что добавить. Есть что добавить? Потому что я не понимаю тебя, Дубцова. Как так, что скажут остальные? А остальные что, глухие? У них есть сердце и душа. Ты, Юра Герка, хорошо. Спасибо. Это первая степень. Привет. Ты бы четыре такта и дождалась. Спасибо огромное. Спасибо. Молодцы. Что это было? Капионышка, как классно. Как нет, это сон какой-то. Она спела ее не так, как автор. Она спела ее совершенно по-другому. И даже сидящий рядом абсолютный скептик Серега, которому, как правило, не нравится ничего, он сделал такой жест, он показал на свою руку. У него рука была вся в мурашках. И моя рука лежала рядом, и она также была в мурашках. Вообще не верится. Такое ощущение, что это просто сон какой-то.